Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами Петр Ломонос. Мы поговорим о помидорах или томатах, кому как нравится, той культуре, которая, конечно, занимает место в каждом нашем огороде и которую многие любят. Давайте просто соберемся с некоторыми проблемными вопросами, потому что даже в интернете приходится наблюдать такие споры, что спорят и о сроках, когда выращивать, съесть на рассаду помидоры, и как это делать. Давайте в всех этих разногласиях мы попробуем разобраться с практической точки зрения. Значит, помидоры, за меня не удивишь, они во всех есть, высокие, низкие. Так вот, помидоры высокие, низкие, как на пакетике написано, как. Низкие помидоры – это помидоры с ограниченным ростом. На пакетике обычно написано детерминатный сорт. Это не должно вас пугать, значит, это низкий, ограниченным ростом будет растение помидора. Если написано, что индетерминатное, значит, это помидор с непрерывным ростом. Он будет расти до самых заморозков. Для чего это важно знать? Потому что все сорта, которые имеют ограниченный рост, вы их можете высаживать на улице. Они скороспелые, быстро отдают урожай. А вот сорта, которые высокорослые, они дают урожай гораздо позже. Значит, какой будет оптимальный возраст рассады для помидор? Без разницы, для открытых грунт, закрытых грунт. Так вот, знайте, что оптимальный возраст рассады у ранних сортов помидор составляет 45-55 дней. Средних сортов помидор – 50-60 дней. Поздних сортов помидор – 60 дней, 70 дней. И уже очень поздних сортов помидор, он составляет 70-80 дней. Так, ну не забывайте, мы семена высеваем. Так вот, что интересно. Помидоры, которые имеют неограниченный рост, могут уже всходить при благоприятных условиях на 4-8 день после посева. А вот помидоры, которые имеют ограниченный рост, то есть детерминатные сорта, а сейчас, особенно если на ищешь штамбовые, уже всходят только на 8-й, 12-й, а то и 14-й день. Уждите этот факт и не выбрасывайте ящики с невзошедшими семенами, потому что многие делают как бы ошибку. Часть помидоров взошло, остальные считают, что они невзхожие. Это биологическая особенность. Далее, что мы будем считать при определении сроков посева? Мы привыкли как? Мы берем лунный календар, смотрим, куда благоприятные дни и высеваем. А видите, надо учитывать все-таки время созревания, срок созревания помидоров. Следующее, значит, время появления всхода, от посева до всхода удерживаем. Далее, пикировка. Любая пикировка, это добавляете 2 недели, значит, высевать помидоры раньше, если мы их пикируем, значит, на 2 недели надо помидоры высевать раньше, добавить к сроку выращивания, добавить 2 недели. Ну и вот еще один нюанс, который тоже, за чего есть наиболее часто разногласия. Если вы помидоры выращиваете в комнате, где условия неблагоприятные, значит, к этому сроку посева помидор добавляйте еще 10 дней. Если вы выращиваете в теплице, 10 дней добавлять не надо. И вот, соответственно, вы получите, что для того, чтобы вырастить рассаду ранних помидор, вам надо где-то порадка, например, 75 дней. Вот, от того, ну, посевать за 75 дней до высадки. Ну, соответственно, вы знаете, когда вы высаживаете в теплицу, когда вы высаживаете в открытый грунт, и, соответственно, для каждых сортов рассчитается время высева. В советские времена, кстати, мы все, агрономы-производственники, занимались такими подсчетами. Сейчас, как бы, все смотрят на лунный календар, посмотрели на лунный календар, оптимальный срок, кинули все помидоры, а потом появляются проблемы. Помидоры, смотришь, переросли, уже высаживать рано, вот, потому что надо все эти условия соблюдать. Далее, что еще, как бы, у нас способствует дружным сходам? Емкости, понятно, что мы помидоры, самые хорошие емкости для посева, где-то емкости в 7 сантиметров, 7 сантиметров вышиной. Ну, любого типа, ну, можно взять чуть повыше, по 10 сантиметров, но выше больше не надо, потому что рассада любая, будь то помидорная, будь то перцы, значит, развивается корневая система сходу только в объеме 5 сантиметров. Все остальное корни не осваивают, почва закисает, и потом, если в эту почву, вы, значит, опять же, помидоры достали, запекировали в эту почву, вы имеете, значит, плохое развитие распекированных помидор. Помидоры какие-то отсталые, бледные, потому что почва закисшая, и почва не благоприятствует развитию хорошей рассады помидор. Поэтому мы щеваем помидоры в все мелкие емкости. Все равно мы их будем пикировать. Ну, и для того, чтобы иметь дружные всходы, грунт проливаем. Если дезинфекцию сделать, то проливаем кипяточком за 2 дня до посева. Вот, если некогда вот эту дезинфекцию сделать, кипяточком поливать, срочно съедать надо, значит, просто рассыпаем по поверхности слой мела, и вилочкой, ложечкой перемешиваем с верхним слоем земли, или можем золу древесную, то, что вам доступно. Перемешали, полили, и после полива, обязательно полить надо, после полива почву мы утрамбуем, всю почву мы утрамбуем, выровняем, и потом раскладываем помидорки. После этого мы помидорки берем засыпаем слоем почвы где-то сантиметр-полтора. Вот, если вы делаете по старинке, делаете такие родочки, значит, опять же, любой родочек надо ладошкой чуть-чуть простучать, то есть, чтобы стала твердая ложа. Поэтому получается и разница, что помидорки первые взошли через неделю, а последние взойдут через 20 дней. А если бы уплотнили родочек при посеве, значит, ваши помидорки взошли бы гораздо лучше. И самое главное, конечно, что помидоры – это такая культура, которая растет сама по себе, очень быстро вытягивается. Поэтому выращиваем рассаду на самом бедном рационе. Не добавляем ни органики, нам главное – получить сходы. Ведь природа заложила в растениях то, что до настоящих листьев до образования первой пары растения хватает запасов, которые есть в семенах. Учтите вот эти моменты, вы будете иметь хорошую, крепкую рассаду, у вас будет дружно появляться в сходы. А помидоры просто усыпаны яблоками. Порадуют вас хорошим урожаем. Чего и вам желаю. До новых встреч. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова